Всем привет! Спасибо всем, что пришли сегодня послушать меня. Я постараюсь сегодня сделать встречу максимально интересной и полезной для вас, чтобы вы подчеркнули для себя какие-то моменты, может быть, которые вы не знали, не до конца понимали, а может быть, убедились в том, что вы стопроцентно разбираетесь в этой теме и все как бы понимаете. Меня зовут Оксана Харчук. Я приехала из Херсонского офиса в Датар. В IT я довольно-таки давно уже, но тестировщиком работаю уже больше четырех лет. Есть опыт работы с различными приложениями, это и веб, и мобайл, и десктоп, с различными сферами, в которых разрабатывается это гемблинг, финансы. Ну и сегодня буду много приводить примеров из личного опыта, так как я считаю, на примерах, на реальных проектах мы действительно учимся. Сухая теория, это все хорошо, но мы все можем это почитать в книжках. А вот когда человек рассказывает о опыте, о том, с чем он сталкивается, как борются трудности, наверное, ради этого мы и ходим на такие вот встречи. И первое, что я хотела бы спросить у вас, чтобы немножко с вами познакомиться, да? Скажите, кто из вас только хочет перейти в сферу QA и больше об этом узнать? Есть такие? Хорошо, ребятки. Кто у нас уже работает год в стадии джуна? Отлично. Больше двух лет? И остальные, я так понимаю, еще больше работают. Если вы работаете не QA, а кем-то другим и просто пришли послушать, тоже хорошо. Ну и сегодня мы поговорим, наверное, о такой теме, которая может звучать немножко банально, потому что, ну, что такое роль документации в практике QA, да? Да, мы все работаем с документацией, каждый день с ним сталкиваются, что нового можно об этом узнать. Но я столкнулась с такой проблемой, что люди зачастую забывают важность документации, то есть какую действительно роль она играет в нашей жизни. И это не только касается QA, в которые джуниоры и только начинают свой путь в тестировании, да? Это касается тех людей, которые уже годами работают в этой сфере, но почему-то считают, что писать документацию может тот, у кого на это есть время, и этим самым отодвигая ее на задний план, не осознавая, что делают при этом большущую ошибку. Или, допустим, вы в свое рабочее время тратите только там 10-15% на работу с документацией. Вы уже делаете шаг к неудаче, да? К тому, что ваш продукт не будет соответствовать высокому качеству. Ну вот, затронув эти все моменты, хотелось бы сегодня поднять такие вот вопросы. Существуют ли проекты вообще без документации? И к чему это приводит в итоге? Может быть, отсутствие документации – это модно или, может, это вредно? Сейчас Аджайл набирает оборотов, который четко говорит о том, что документация – это бюрократия, и давайте поменьше с этим связываться. Вот об этом поговорим. Хотелось бы еще поговорить про порядок. Бывает, документация есть на проекте, но она в таком состоянии, что плакать хочется. Вот должен быть порядок. Это закон тестировщика. Следующее, о чем бы хотелось поговорить, о тест-менеджере. Тест-менеджер-тулс – это такие инструменты, которые помогают нам наводить этот порядок. И, конечно же, о опыте, о практических советах, с которыми я хочу с вами поделиться, о том, как я решала такие проблемы, с которыми сталкиваюсь, когда на проекте не было ни документации, ни тест-менеджера, ничего. И заказчик не видел в этом смысла. И сколько труда было вложено, что было сделано для того, чтобы заказчик согласился на приобретение тест-менеджера инструмента и наведение, так сказать, порядка в процессе тестирования. Расскажу я вам это все и покажу, проведу мини-воркшоп. То есть у нас будет первый час доклад, потом небольшой перерывчик на пиццу подкрепиться, освежить нашу голову и сделаем мини-воркшоп по тест-трейлу. Покажу, как там, что и подробненько об этом все расскажу. Ну что, поехали. Значит, Quality Assurance. Quality Assurance – это все-таки мы, да, и наша сфера, в которой мы живем и трудимся каждый день. И вот в 2019 году это как никогда в тренде. Если зайти и почитать репорты, мировые репорты о том, куда движется Quality Assurance, то мы все больше и больше проникаем в разные сферы и технологии. И есть уже предположение о том, что постепенно Quality Assurance, он перерастет в Quality Engineering. Почему? Потому что мы внедряемся в самых ранних стадий разработки. Мы общаемся все с более разным количеством людей. Мы переходим в стадии не только тестирования, но анализа бизнеса. Люди, которые уже не просто тестировщики, а которые помогают заказчикам принимать решения. Принимать решения не только по поводу выпуска продукта в продакшн, но принимать решения о том, какой должен быть продукт, что для него лучше, как правильнее заимплементить ту фичу, которую хочет заказчик, и с какой стороны к ней подойти. То есть мы уже переходим на какой-то, я бы сказала, высший уровень. Это все движется, ну как бы это тенденции, мировые тенденции. Также идет в 2019 году такой вот тренд, как повышение качества. То есть компании стараются нанимать тестировщиков, тем самым повышать качество своего продукта. В этом я с ними полностью согласна. Ну вот, допустим, вы открываете какой-то веб-сайт, допустим, онлайн книги. Есть два варианта. Есть хороший веб-сайт с хорошей имплементацией, как бы качество на высшем уровне действительно качественное. Есть плохой, но в принципе контент одинаковый. Какой вы посоветуете своим друзьям? Первый, конечно, хороший. Никто же не хочет смотреть, как оно валится на каждой кнопочке, или там какие-то эроры вылетают. Правильно? Мы хотим видеть качественный продукт, мы как потребители. Поэтому компании стараются сделать свой продукт качественным, нанимают больше, выделяют этому деньги, то есть выделяют бюджеты. Но мы, как инженеры, сталкиваемся с тем, что требования к нам растут. Мы должны действительно поддерживать это качество. Плюс к тому, что методологии заставляют нас тестировать быстро и качественно. Если мы посмотрим на Continuous Delivery, Continuous Integration, Scrum и Kanban даже, то есть время урезается, есть дедлайны, а мы все-таки должны соответствовать качеству. И вот в этом моменте важную роль играет документация и как поставлен процесс тестирования на вашем проекте. Мы в себя включаем ежедневные активности, мы каждый день работаем с документацией, мы полностью контролируем процесс разработки нашего продукта. То есть это и релизы, и сама разработка, когда первоначально фича попадает к нам в руки. Мы создаем тестовые артефакты, это тест-планы, тест-ран, тест-кейсы, чек-листы, ну, кто с чем привык работать. Также потом прослеживаем требования, да, traceability matrix, ну, собираем метрики какие-то, отправляем отчеты заказчикам. Все это мы делаем каждый день. Но все это можно делать удобно, а можно делать, потому что это надо делать. И в этом есть вот небольшие как бы сложности, да, когда человек приходит на работу, ему нравится это делать, и когда человек приходит на работу, и он опять эти отчеты, это полдня сидеть, что-то там считать. Но об этом мы поговорим еще немножко позже. Вот изначально хотела спросить вас, чем у вас ассоциируется слово документация? Конфликт? Конфликт, хорошо. Еще, может, какие-то варианты? Ну, вот у меня тест-кейсы, тест-план, окей. Либо все хорошо, либо все плохо. Правильно. Окей, очень много вариантов. А теперь смотрите, когда мы слышим термин документация, и мы понимаем, что ее нужно писать, у нас возникает несколько вопросов. Какая цель, кто ее будет читать, в каком виде она должна быть предоставлена. Иногда возникает вопрос, а буду ее читать, буду ее использовать только я, или, может, еще клиент будет мне читать, да, в каком виде. Может, на черновичке там набросать какой-то чек-листик, по нему потестить, и достаточно будет. Или там, это должен быть официально оформленный документ, который потом будет использоваться заказчиком, там, и все остальное. Или, может, вообще вот эта документация, это пустая трата времени. Вот иногда, когда тебе говорят, пиши документацию, что делать, кто будет, ну, на вот эти все вопросы иногда очень сложно найти ответ. Ну, потому что документации есть много, и есть много разных видов. Наверное, все сталкиваются с тескейсом, чек-листами, реже с тесклавами, потому что зачастую не на всех проектах их пишут. Но отчетность есть везде, ну, баг-репорты мы не берем, без них вообще никак. Вот сегодня не хочется говорить о тест-плане, потому что это, наверное, отдельный этиток, как создать тест-план, как его поддерживать, а зачем его пишут, а кто его читает. Ну, а давайте поговорим именно о тест-кейсах, чек-листах, да, отчетности, которые есть, то есть то, с чем мы работаем. Вот мне доводилось видеть проекты, на которых вообще нет документации. Я имею в виду той, о которой я сказала, нет документации, тест-кейсов, нет чек-листов, нет никакой отчетности. Вот пришла на проект и понимаю, что ничего нет, что делать? Ну, что-то надо тестировать. Ты понемножечку начинаешь как-то вникать в приложение, но это все довольно трудно. И ты сталкиваешься с такими вот недостатками, то есть ты не можешь оследить никак изменения. Есть какие-то юзер-стори, в них написаны какие-то требования, что-то там когда-то имплементилось и делалось. Как-то, чтобы работать, ты пытаешься найти истину. Это выглядит как своеобразный квест. Дойди до цели, разгадай загадку, как это было изначально и как это выглядит теперь. Плохая документация напрямую отражается на ваших отношениях с клиентом, на репутации вашей, как вы ведете процесс тестирования. В любой момент клиент имеет право прийти и сказать, а чем ты был занят вот эту неделю? А вы говорите, вот есть юзер-стори, я ее тестировал. Он может ее открыть. Там написано, там acceptance criteria есть в каждой юзер-стори, да? Там написано, допустим, пять каких-то acceptance criteria. Вот эти пять строчек ты тестировал целую неделю? Все, у вас нет никаких доказательств того, что вы что-то делали. Нет никаких отчетов, нет никаких пройденных тест-кейсов. А если бы у вас была документация, вы бы не столкнулись с такой проблемой. Все это сводится к тому, что вы можете… Еще такая проблема возникает, когда вас спрашивают, за сколько вы там протестируете, данную функциональность. Если нет тест-кейсов, иногда очень сложно правильно заутимейтить, потому что, допустим, даже на те три требования можно написать 20 тест-кейсов, а можно написать три. И представьте, если 20 вам нужно проходить там один день, то три – это три часа. Ну, я грубо выражаюсь, конечно, утрирую это все, но тем не менее мы понимаем, что при написанной документации на какую-то функциональность вы можете сразу сказать примерно, на сколько времени вам понадобится. То ли это один день, то ли два дня, то ли пять. И тем самым вы будете влаживаться в сроки, потому что от того, как быстро вы закончите свое тестирование, будет зависеть, когда же выйдет ваш продукт. И этим вы исключаете непонимание с клиентом. Еще один момент хочется осветить – это нездоровая атмосфера в команде. Когда один тестировщик может что-то сделать гораздо быстрее, а другой тестировщик считает нужным, что какую-то функциональность можно протестировать гораздо легче. Нельзя сказать, что кто-то из них неправ, просто у каждого свой подход. Но согласимся с тем, что одно и то же можно протестировать разными способами, и у каждого человека будет свой подход. И кто-то из них что-то может упустить, естественно, и не заметить. И тем самым мы пропускаем какие-то баги. Я не скажу, что если у нас есть эскизы, у нас продукт там как бы стопроцентно качественный. Нет, баги все равно, конечно, есть. Невозможно полностью покрыть все и протестировать все. Это невозможно по принципам тестирования. Но тем не менее мы должны к этому стремиться. Следующее я хотела бы сказать про модные веяния. Вот представим, да, у нас есть картинка, на которой изображены очень модные туфли. Вам все говорят, что это модно, покупайте, но это же крайне неудобно. Представьте, мы купили эти туфли, мы их даже одели, но пройти в них какое-то расстояние, это довольно сложно. Вот то же самое происходит с тестированием. У нас есть модные веяния. Сейчас все там хотят вести себе скрам, двигаться куда-то в этом процессе, как можно быстрее выдавать продукт в продакшн, который бы удовлетворял пользователей, был конкурентоспособным. Но это же не значит, что всем это подходит. И каждая компания может применить эту модель разработки к себе. И тем самым мы говорим о том, что если нам говорят, что отсутствие документации – это круто, мы можем быть более гибкими и отойти от бюрократии. Это не значит, что это модно, и не значит, что оно потом нам принесет какой-то доход или какую-то прибыль, или облегчит нам какой-то труд. Еще один момент здесь хотела бы сказать про автоматизацию. Очень тяжело автоматизировать, если на практике нет тест-кейсов. Да, есть какие-то, может, чек-листы, но по чек-листам один и тот же пункт можно проверить в разных вариациях. И если это автоматизатор, и перед ним есть четкий тест-кейс, он точно такой же четкий тест напишет, который пройдет по этим степам. Если есть просто проверка, но эту же проверку можно сделать разными способами, и мы понимаем, что более подход понятный с тест-кейсами. А представьте, если вам пришли и сказали, а вот автоматизация вообще не модна. Вот давайте будем делать все руками, так гораздо быстрее. Нам же не обязательно это все слушать. Мы же понимаем, что автоматизация помогает нам, сэкономит наше время, двигаться как бы вперед. Ну, иногда заказчики, они же тоже как маленькие дети, они подвигаются тому же влиянию, и до конца некоторые заказчики даже не осознают, что вы делаете, зачем вам эти тест-кейсы, куда вы потом будете это все применять. Поэтому важно объяснить им, зачем оно вам надо. То же самое с автоматизацией. Не все хотят покупать и внедрять в себя автоматизацию на проекте, потому что это дорого, не понимают в этом прибыли, когда эта прибыль будет. Но тем не менее, мы как тестировщики должны правильно преподнести это заказчику, дать ему действительно понять, в чем его профит. Но бывает так, что документация все-таки на проекте есть. В моем опыте тоже так случилось. Когда я пришла на проект, там была документация в виде спецификации. То есть это порядка 100 документов. Каждый документ – это вордовский документ, в котором написано по 20 страниц, каких-то как бы юзер-старей, то, что должна выполнять система. Ну вот ты пришел на проект, у тебя стопка этих спецификаций, и наступает вот такой момент, что с этим делать. Ты начинаешь читать, но понятное дело, что спецификация пишется один раз, ее потом никто не обдейтит, потому что бизнес-аналитика, на это как всегда нет времени, ему нужно заниматься какими-то новыми фичами, а то, что старое, ну поменяли, да и поменяли. Никто не будет захотеть и подробно поддерживать всю эту документацию. Это довольно сложно и неинтересно. Никто этим не занимался, и ты начинаешь думать, что с этим делать. Потом я как-то узнала, что есть у нас какие-то тест-кейсы, написанные уже по этим спецификациям. Тест-кейсов оказалось немного, порядка там 100 на все эти спеки, и в ужасном виде, вот где-то в таком вот. Там все написано в одной простыне, тоже непонятно, что к какой функциональности относится, непонятно, с какой спеки вообще списано. Я даже начала проходить эти тест-кейсы, дабы ознакомиться с приложением, в надежде, что это принесет мне какую-то пользу. Польза не принесло. Стало ничего непонятно еще больше. Я поняла, что, наверное, для того, чтобы разобраться с программным продуктом, для начала нужно навести порядок в документации. Нужно обработать эти все спецификации, пройтись по каждой, написать тест-кейсы. Да, это занимало очень много времени. Я даже скажу, что это заняло до полугода, вот обработать все эти спецификации и постоянно, то есть поднять эти все исторические данные, привести их действительно в нормальный вид, чтобы это можно потом было использовать. И приняла для себя такое, что сделать вот такой порядок в Excel, ну, это очень тяжело. Сначала я подумала, чтобы разбить их на разные Excel-файлики, в каждом файлике оставить там по определенным функциональностям. Дойдя до 10 файликов, я поняла, что это бесполезно. Нужно что-то другое, нужно какое-то решение. Но для того, как я расскажу, какое решение было, хотела бы рассказать о том, какие плюсы даст вообще документация, если она действительно в нормальном виде. Ну, во-первых, это сэкономит время на тестирование. Если у нас есть документация, мы сразу можем организовать процесс гораздо быстрее, заэстимировать его. Это экономит в то же время деньги заказчика, о чем ему можно тоже сказать. Вы можете доставить качественный продукт клиенту в срок. То есть он сразу как бы и повышается уровень доверия ваш, что вы говорите четкие стиммейты, вкладываетесь в них, у вас есть какая-то отчетность, какая-то документация, есть какая-то прозрачность, все любят красивые картинки. Ну, это в отчете, да, там потом расскажу. Нет двусмысленности. Когда вы читаете просто юзер-стори, в ней написано требование. Вроде прочитал один раз, все понятно. Прочитал второй раз, ну, вроде тоже все понятно. А когда вы начинаете писать тест-кейсы, развиваете это все на степах, потом показывается, что что-то не так. Есть какая-то двусмысленность. А вот что, если я нажму на эту кнопочку, только не вот так, а через, допустим, контекстное меню там подвержусь, а тогда получится такой результат или нет. То есть я утрирую, конечно, это все, но на самом деле, когда ты начинаешь каждое требование покрывать эскейсами, у тебя появляется очень много вопросов. Вроде когда читаешь, все понятно, а потом появляются вот эти вот какие-то непрозрачные моменты. И когда мы пишем документацию, мы исключаем это полностью. И тем самым в дальнейшем экономим наше время, что когда уже фича будет заимплеменчена, мы будем только потом выяснять. Тем не менее, мы можем даже предотвратить какие-то баги, потому что девелоперы, когда они читают ту же юзерсторию, они тоже двусмысленно могут что-то понимать и заимплементить неправильно. Но если вы это выяснили заранее, то вы тем самым исключаете какую-то ищу, которая в дальнейшем может быть. Следующее – это хороший учебный материал. Когда человек только заходит на проект, вот как было со мной, я бы с радостью ходила по тест-ранам каким-то, по регрессионным, чтобы узнать продукт. То есть у меня есть четкие степы, у меня есть экспектатизация, все четко и понятно. И человек, который новый, заходит на проект, он точно так же будет на это все смотреть. И плюс – это хороший маркетинг. Если вы на каком-то одном проекте действительно хорошо организовали процесс тестирования, вы, пойдя на второй проект, можете уже ссылаться на этот проект, сказать, что у меня был организован вот так вот этот процесс, было поставлено то-то, то-то. И это как бы служит вам уже как визитной карточкой, что вы действительно чем-то занимаетесь, вы можете аргументировать свой труд, показать, может даже, если это по каким-то политике компании не запрещено, показать какую-то организацию, какие-то наработки, то это только плюс. С этим вы себя и продаете, и позиционируете. Когда вы приходите на интервью к заказчику, то вас спрашивают про прошлый опыт. И не зря же спрашивают. Они хотят видеть человека, который с опытом, который может внести свой опыт в их компанию и наладить процесс. Ну, это были, как я говорила, вернемся к прошлому, о том, что я решила разделить, вот написать тест-кейсы сначала в Excel-файле, потом я поняла, что это невозможно. Но потом я подумала про Google Doc. Все знают и широко используют, что можно в Google Doc писать Excel-файлы, но по политике компании мы не имели права выносить информацию за пределы компании, за пределы сети компании, поэтому нужно было использовать эти Excel-файлы. Но Excel-файлы это неудобно. Я один файл проапдейтила, допустим, мой коллега, я должна ему переслать этот файлик, он должен его скачать, а потом он поменял там запятую точку, мне надо скачать, переслать. Но это очень долго, много волокиты, и ужасно неудобно. И ты такое впечатление, что живешь уже, я не знаю, не в 21 веке, а лет 50 назад. И тогда вот жизнь просто пугает тебя, как тестировщика, и ты выглядишь очень растерянным. И такие недостатки, они появляются не только как бы в коллаборейшн-ворк с коллегой. Допустим, у вас должна быть связь с бактрекинговой системой. Когда падает какой-то тест-кейс, мы все любим прилинковать туда бах, чтобы наш коллега увидел это и не проходил заново. То есть связи нет никакой. Если на проекте есть автотесты, автотесты бегают, не знаю, в Дженкисе, Тим Сити, кто где гоняет их. Есть результат. Вот я пришла на проект, у нас есть автотесты. Вау, круто, думаю, есть автоматизация. А профита-то нет. А потому что они никак не связаны с мануальными тест-кейсами. То есть они сами по себе, а мануальные тестировщики сами по себе. И у каждого свое тестирование. Автотесты вроде бегают каждую ночь, вроде какие-то там и результаты есть, но они никак не облегчают труд ручным тестировщикам, потому что они написаны непонятно по каким тест-кейсам. Ну, нет никакой связки между ними, между тем, что у нас рекрессионный сайт. Идет рекрессионное тестирование. Мы же привыкли, что вот есть тест-ран, в нем проставились автотесты, а все, что не проставилось, мы перейдем руками. Но такого не случается. То есть если ты хочешь получить результаты автотестов, иди открой Jenkins, посмотри тест, перестав его в Excel, да за это время я уже лучше пойду его проходить руками. Ну, довольно неудобно. Потом еще с чем столкнулось, это то, что нет удобства предоставления отчетной информации заказчику. Все любят красивые картинки. Я вот не знаю, как они жили раньше до этого, потому что проект довольно не старый, там больше трех лет, и они как-то жили без этого, без этих отчетов. Но потом, когда уже они у нас появились, они были довольны очень этому. Потому что, как бы, есть у них отчетность, да. Ну, вот как-то так мы с этим жили некоторое время, да. Спустя два месяца я поняла, что так уже нельзя, нужно что-то менять, и начала делать ресерч в том плане, чтобы подключить какой-то тест-менеджер. Ну, подключить какой-то тест-менеджер из бесплатных было, ну, они не обладали всеми требованиями, которыми мне были нужны, да. Поэтому стал вопрос про то, чтобы убедить заказчика купить тест-менеджер, для того, чтобы мы могли упорядочить документацию, те самым улучшить процесс разработки. Ну, и вот появилась такая идея, закралась у меня, что нужно это сделать хитрым способом. Нужно поставить trial-версию, использовать ее, но туда уже внедрить данные заказчика, чтобы выполнить какой-то процент работы, перенести старые, чтобы заказчик уже понял, вроде как, ну, уже что-то есть, уже что-то сделано с нашими данными, с реального проекта, как бы труд какой-то вложен, и плюс они увидят наглядно на своем проекте, как это помогает в тестировании. Ну, так и было сделано. Ну, для начала, чтобы мы все были на одной волне, хочу сказать еще о том, может, для тех ребят, кто еще только хочет заниматься тестированием, что же такое тест-менеджер, потому что говорю о нем много. Это такой инструмент, в котором мы можем записывать тест-кейсы, создавать тест-раны, то есть, если нам нужно что-то протестировать, мы создаем тест-раны, в которых засечиваем, ну, какие-то тесты определенные фичи, потом проходим их, и все ребята, то есть, все члены команды могут использовать ее и видеть, чем вы занимаетесь, таски, которые на вас есть. Еще удобно то, что их можно интегрировать с бактрекингом и видеть непосредственно уже, какие баги на какие тесты были заведены. Их существует довольно много. Я взяла топ, ну, для себя выбрала тест-трейл. Как бы тут все индивидуально. Кому что подходит, кто что использует. Следующее. Как выбрать вот вообще инструмент? Для того, чтобы понимать, какой инструмент вам подходит, непосредственно нужно проанализировать, что вы с ним будете делать, сколько информации вам нужно туда, удобно ли работа будет для всей команды с этим инструментом. Возможно, разбиение информации по разным репозиториям. Вот тут может быть вопрос, и поэтому сразу расскажу. Допустим, можно в одном инструменте разбивать инструмент так, чтобы были отдельные проекты, и эти проекты никак не пересекались. Если, допустим, у вас идет разработка по совершенно разным проектам, то вы можете в одной системе разбить каждый проект, настроить права каждому отдельно на этот проект, да, и заниматься, и никак не пересекаться, никого не эффективно. Нам это было нужно, потому что у нас в проекте очень много проектов, и каждый должен быть отдельно. Не все тест-менеджеры позволяют такое делать. Также должна была быть интеграция с бактрекинговой системой. Бактрекинг у нас был в VSTS, и с ней интегрируются довольно немногие. И при том, это надо было сделать мне самой, поэтому я выбрала тест-трейл. В нем очень подробно расписана инструкция, как это сделать, и это не составило труда. Следующее – это специальные требования вашего проекта. Есть ли у вас на проекте автоматизация? Автоматизация играет важную роль, потому что вам нужно как-то синтегрировать, чтобы ваши автотесты проставлялись по опишке. Это гораздо быстрее. У меня был опыт того, что автотесты проставлялись как будто пользователям, то есть через юзер-интерфейс. И это было довольно долго. То есть представьте, что каждый тест после того, как он пробежал по VSTS, он открывает бактреки в систему, как пользователь заходит и выставляет пас, фейл. Поэтому тест-трейл в этом плане был очень удобен. Также политика проекта. Как я уже говорила, есть компании, которые не разрешают нам использовать какие-то паблик-сервисы, такие как Google, чтобы хранить свои данные. Поэтому использовать какую-то клауд-версию нам нельзя было. Нужно было только взять ту систему, которая позволяет установить ее на наш сервер. В тест-трейле есть возможность установки как клауд-версии, так и непосредственно на ваш сервер. И потом, после этого, как уже много всего было перебрано всей информации, начался непосредственно процесс установки тест-трейла на сервер. И после этого я начала процесс внесения информации всей, которая у нас там была, потихонечку в этот тест-трейл, подготавливая небольшую демо-версию для заказчика, чтобы показать ему, какую информацию, сколько мы успели внести и показать ему все результаты. И непосредственно нужно было сделать интеграцию с автотестами, чтобы показать, как наша автоматизация тоже приносит пользу на проекте. Исходя из потребностей проекта, мы все это внесли, как бы сделать для одного спринта такую показательную версию. Показали это все, ну, о цене, естественно, сказали в последний момент, дабы вот показать, какой он хороший раз хороший, что он нам принесет, а потом уже поговорить о цене. Ну, не давили, главное дать заказчику время подумать, чтобы он осознал это все, а не сразу. Ничего вам понравилось, давайте купим. Вот. Я специально не переводила с английского языка, потому что прям взяла как цитату с демо-версии, которая была предоставлена. Ну, может вам в жизни пригодится такое делать. Вот. Что нам даст наш тест-менеджер инструмент, да? Это сэкономит нам время на аптейт из кейсов, потому что, ну, гораздо легче просто зайти, нажать кнопочку, что-то изменить и сохранить. Сэкономит время на выполнение, сэкономит время на выполнение регрессии, удобный интерфейс, удобный анализ результатов прогонов, тестов, там, не просто ручных тестов, организация тест-кейсов, тест-сьюты, дерево тест-кейсов, да? Потом интеграция с ВСТС, удобно еще то, что можно настраивать непосредственно поля, которые у вас будут в тест-кейсе, как будет ваш тест-кейс выглядеть. Есть у нас разные понимания, как выглядит тест-кейс, да? Некоторые любят писать на каждый степ экспект отрезалов, а некоторые любят писать там 5-6 степов и потом один экспект отрезал. Ну, это кто к чему привык и кто чем пользуется. В тест-трейле, возможно, и то, и то. Это не ограничивается ничем. И то, что я уже говорила, это удобные в плане настройки прав. Если вы просто тестировщик, у вас одни права. Если вы QE-lead, у вас будет там Team Lead, у вас совершенно большой спектр прав. Отчетность. Следующее, о чем говорим, это про отчетность. Отчетность выступает, наверное, таким очень важным разделом в тестировании, но почему-то многие ее игнорируют и считают как бы излишним. Достаточно, может быть, если у вас очень хорошее отношение с заказчиком, то доверительное, вы можете просто сказать, мы протестировали, мы готовы. Но, тем не менее, никакие бы ни были эти отношения, все любят красивые картинки, по которым можно понять, чем вы занимались. Все хотят прозрачности и понимать, за что они платят деньги. Что такое отчет вообще? Отчет это то документ, который содержит информацию о том, что было сделано, какие-то графики, таблицы, списки, какой-то результат проделанной работы, но самое главное, когда вы составляете этот отчет, нужно задать себе три вопроса. Для чего вы это делаете, для кого вы это делаете и какие вообще условия создания этого отчета. Потому что зачастую бывает, что люди засылают отчеты, ну, как бы ни о чем. В отчете должно быть четкое подытожение чего-то или решение чего-то. То есть, если вы делаете отчет о, допустим, у вас есть какой-то спринт, вы провели тестирование, если вы засылаете письмо о проделанной работе после релиза, оно никому не надо уже. То есть, письмо должно быть отправлено перед релизом, чтобы заказчик понял, что вы подтверждаете, что вы можете отправлять продукт в продакшн. Плюс еще то, что если ваш там отчет написан на три листа, его тоже никто читать не будет. Даже если вы его отправите вовремя, и там будет супер актуальная информация. Я привела несколько отчетов, которые можно генерировать в тест-трейле, и я потом покажу, как это делать. Заказчику нашему тоже очень понравилось. это возможность, что мы можем генерировать отчеты очень быстро и легко. Здесь представлен отчет по автоматизации, то есть, по количеству автотестов, которые были заавтоматизированы, которые еще не были заавтоматизированы, которые будут. То есть, есть тест-кессы, которые просто нерационально автоматизировать или невозможны. Тогда действительно вот такие отчеты помогают понимать, сколько нам еще осталось заавтоматизировать и непосредственно двигаемся дальше. У нас есть отчет по спринту. Просто в нем показано то, допустим, какое количество тест-кейсов было протестировано, показаны статусы, какие-то страны были, пройдены, какой Milestone. Довольно все четко и понятно и уже с красивой картинкой, и вам не надо как бы заново что-то придумывать. Следующий это еще отчет по покрытию требований. Все тест-кейсы можно же привязать не только как бы с багами, можно еще сделать интеграцию с юзер-старями. И когда вы пишете тест-кейсы, вы указываете references, и потом можно подбивать количество тест-кейсов, которые были написаны на какой-то юзер-стори. И внизу, вот я обрезала, под каждой юзер-стори будет указано количество тест-кейсов, которое было сделано. Это показан отчет по дефектам, то есть можно присылать отчеты, какое количество дефектов было найдено в каком-то стране, то есть информация, как бы отчеты избавляют нас вот от такой рутины докладывать. Да, вы отправили картинку, заказчик посмотрел. Было такое в практике, что как бы ребята рассказывали о том, что вот мы там сделали то-то, 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 какие баги были найдены в устной форме. Ну, это вообще, извините меня, я тут послушала, а через пять минут я же уже забыла. Ну, занялся чем-то другим, и ты уже забыл, какой процент из кейсов там был зафейлин, какие баги были найдены или еще что-то. Ну, то есть нужно же понимать, что все отчеты должны быть в письменной форме. Ну, лучше всего это email, да, чтобы заказчику было удобно. Вот. Ну, и теперь у нас как бы должна быть демо-версия, но я предлагаю ее сделать немножко после, наверное, кофе-брейка. У нас есть еще немножко времени, давайте пройдем дальше, я вам расскажу непосредственно демокут из трейла и как она выглядит, мы потом рассмотрим. Хорошо? Я расскажу просто о том, что нам дал тест-трейл, когда мы его внедрили. Смотрите, получилось так, что после того, как мы внедрили его, всю информацию, которую я рассказываю, там, этих 100 документов, я где-то перенесла в тест-трейл через полгода, да, и у нас уже образовалась очень красивая картинка всего, мы смогли действительно прослеживать нашу разработку, мы смогли мониторить дефекты, которые мы заводим согласно тест-кейсам, какие-то тест-кейсы заблочены, эффекты, какие-то нет, мониторить результаты автоматизации, то есть автоматизация стала приносить свои плоды, репорты. Расскажу такой смешной случай, что после первого спринта автострейли, заказчик прибежал своим репортом на созвон распечатанный и кричал смотрите как красиво, ну то есть действительно это было очень шокирующе с той точки зрения, что иногда люди даже не знают, что так можно делать, как бы и оно вроде бы и до этого разрабатывалось, нельзя сказать, что разработка остановилась там и никто не занимался этим, но почему-то когда это началось делаться так, то им было гораздо приятнее и стали излишни все вопросы. На данный момент у нас тест-кейс уже там больше двух лет, да, больше двух лет, два с половиной года и сейчас уже не только мы используем тест-кейс, уже и бизнес-аналитики используют его, то есть они могут прийти, поревьюить наши тест-кейсы, что очень приятно, да, иногда даже сами могут там что-то подписать, но тем не менее такая инициатива принесла улучшение не только в процесс как бы для нас, для тестировщиков, но в чем-то облегчило труд и бизнес-аналитиков. Все было в одном месте, то есть из одного тест-менеджера можно было прослеживать весь процесс работы и это увеличило качество. Если вы меня спросите, почему я так решила, почему увеличилось качество, ну, потому что до этого у нас были баги, которые заводили пользователи, это было очень неприятно, когда ты разрабатываешь продукт, а тебе тестировщику заводят баги, но ты думаешь, ну, что я тут делаю, почему я этого не вижу, то на данный момент я могу с уверенностью сказать, что этот вопрос вообще, ну, никогда вот за последние полтора года не видела багов от пользователей, если это какие-то моменты есть, то это какие-то enhancement, улучшения чего, ну, как бы хотелки, да, по сути, чего хотят пользователи, поэтому я считаю, что таким образом мы действительно повысили качество нашего продукта. В чем достоинство тест-трейла было? Он достаточно удобный в использовании, возможность конфигурирования системы, да, легко создавать кейсы, очень, интеграция с бактрекинговой системой занимает пять минут, ну, очень быстро, не надо написать никакого кода, генерация отчетов, экономит время, хорошая поддержка, расскажу случай, так как у нас серверная версия тест-трейла, поэтому обновления нужно проводить самим, если бы мы купили клауд, то, конечно, мы бы об этом не думали, но обновлять систему самим нужно, и иногда эти обновления, ну, я вам скажу, не очень легкие, в связи с тем, что тест-трейл использует PHP, нужно обновлять версию PHP, ну, и так вышло, что как бы я вроде не программист, обновить версию PHP для меня оказалось не так уж легко, и при том, что прав у меня на это так не оказалось, ну, в общем, привлекали до этого программистов, которые занимались этим всем, но там все равно были немножко небольшие загвоздки, и нам пришлось обратиться в службу поддержки тест-трейла. Я вам скажу, что компания ГУРОК, это они производят тест-трейл, ответила довольно быстро, помогли нам решить нашу проблему, то есть можно с уверенностью сказать, что саппорт они оказывают действительно хороший. Ну, мы им написали вечером, на следующий день уже в обед был ответ. Я считаю, что это довольно-таки быстро, потому что в некоторых компаниях нужно ждать и 3-4 дня, в зависимости от того, как они там работают. Много обучающих видео по тест-трейлу. Если зайти к ним на официальный сайт, то там довольно классные обучающие видео, которые рассказывают, как создавать mailstone, как создавать тест-кейсы, как это организовывать, то есть очень-очень-очень много материала. И вы буквально там за какие-то 5-6 видео уже понимаете, как работает эта программа. Вот когда мы собирались продавать этот тест-трейл, изначально идея была в том, чтобы показать эти видео заказчику. Ну, то есть посмотри, как оно все классно работает. но потом я подумала, что видео не могут посмотреть в любой момент и оно им ни о чем не скажет. Ну да, красивенько там все, ну туда летает, там прыгает, все отлично, ну а какой нам из этого профит? То есть нужно было именно использовать реальные данные. И как оказалось, реальные данные, они работают лучше, чем то, что показано как бы в роликах. Потому что когда я им показала эту простыню Excel с тест-кейсами и потом показала как они выглядят в тест-трейле, это было наглядно видно, что в тест-трейле оно намного проще, читабельнее и есть визуализация всего процесса. Хорошо описана документация для интеграции системы с другими приложениями. Ну, это о чем я говорила именно с бактрекингами, да? А? Видите? Настоящие тестировщики у нас сядут. Но в каждой системе есть свои недостатки. Конечно, при работе системой невозможно не заметить этих недостатков. С первым мы столкнулись, что нет готового решения по автоматизации. Все равно нужно ручками подкручивать, подпиливать. Нет такого, что вот есть код, ты его скопировал и у тебя все заработано. Нет, такого нету, нужно все равно допиливать ручками. По поводу отчета. По поводу отчетов есть моменты в том плане, что не хватает инструмента выборки полей, которые поля включать, по которым сделать разбиение. То есть тут хочется большего. Ну, может быть, когда-нибудь они это сделают. Возможно, просматривать только 500 тест-кейсов в одном виде. То есть, если у нас есть дерево тест-кейсов, то мы не можем просмотреть все дерево сплошное. Можно просмотреть только 500 тест-кейсов, потом оно предлагает перейти в более компактный вид. Нужно переходить в выбор не всей группы, а по подгруппам. И тогда можно увидеть как бы все. Ну, ограничение у них такое. и, конечно же, цена. Вот. Клауд-версия стоит 30 долларов за месяц за человека, а версия серверная на 5 человек, то есть там ограничена по пользователям, она стоит 290 долларов на год. Ну, и чем больше пользователей, естественно, тем дороже цена. Каждый год нужно покупать лицензию. Ну, если, да, если вы, ну, они же, ну, конечно, да, они же не могут прийти к вам и стереть ее с сервера. Естественно. Это понятно. Ну, как бы, если мы хотим сэкономить, то да, но если мы хотим сотрудничать... Так, 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 как вы это делаете? Сейчас номерок еще запишем. Вы сами работаете в сфере разработки программного системы, в какой-то тридцать в этот шланг обновления. Камеранская же на самом деле мы вернемся к этому слайду, да, про демо, которое мы продолжим после кофебрейка. Давайте сейчас поговорим о вопросах. Да. У меня такой вопрос. Я работаю на главном инфраструктуре проекта, там больше Microsoft и в сфере рамки, в автоматической команды и так далее. И мне за счет фактически мы спомнили все, что предлагает но нам она не понравилась. Я могу вам сказать в том плане, что как бы решение принимала не я одна, не я же одна тестировщик на проекте. До моего прихода они пробовали в VSTS и им совершенно не понравилось и не забросили эту идею. Я даже не стала пробовать. Если вы не посмотрела как бы этот Windows интерфейс это очень бедно все, невозможно развернуть тест-кейс на полный экран, вот эта вот штучка, ну, как бы, ну, вот видите, наверное, вам тоже надо давать колоток на то, какой классный VSTS ты с моей же системой. Просто вопрос в том, что интересно, есть какое количество денег с в в в в в в но я вам скажу, что тест-трейл с VSTS работает как бы вполне нормально, нет никаких проблем, и нам он понравился по менеджменту. Да. 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 Нет. Я пишу тест-кейс, я пишу тест-кейс, значит, я понимаю, как должно это работать и как это должно быть проверено. Автоматизатор должен выполнять те степы, которые написаны в тест-кейсе и проверять тот экспект и отрезал, который там написан. Если это, во-первых, для автоматизации, если у нас идет вариация по разным комбинациям, в автоматизации есть тоже свои инструменты проверки этого, то есть они не переписывают код по пять раз. Ну, вводя разные тестовые данные. Да. Просто вы проверяете его пять раз с разными тестовыми данными. Нет. Нет. Есть просто вариации, допустим, если нам нужно проверить один тест-кейс, но с разными тестовыми данными. Допустим, ввести такие символы, такие символы, такие символы. Да, к примеру, мы пишем, что введи такие, слэш, другие, другие, и потом непосредственно то, что это должно быть проверено во всех вариациях. Да. Все равно тест-кейс будет зафейлен, потому что он упал. Тест-кейс зафейлен в любом случае, потому что он не проходит на каком-то моменте. И все. Мы не можем сказать, что тест-кейс прошел, потому что вот это вот прошло, а это не прошло. Нет, он все равно будет зафейленным, потому что мы его пишем в одной, ну, как бы, сценарий один и тот же, он упал на каких-то тестовых данных. Это все равно баг. Нам нужно пофиксить этот баг, и потом мы можем отблочить тест-кейс. Ну, тогда нужно дублировать приконтично, если у вас разные экспекты отрезал, это только так. по-другому нет. Да. Десять стыков, но по-другому никак. У вас получится, если вы хотите сделать один приконтишн и потом выполнить десять тест-кейсов, автоматизация подразумевает не связку тест-кейсов, да, то есть десять приконтишн он будет делать каждый раз, выполнять эти десять тест-кейсов. Ну, мануальный тестировщик смотрит по обстоятельствам. Если он сможет, допустим, сделать один приконтишн, выполнить кейс и этот приконтишн потом переиспользовать в следующем кейсе, да, а если ему нужно будет, он будет заново делать десять приконтишн в любом случае. Да, 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 да. А если эти 15 тест-кейсов будут проходить 15 человек разные, как они будут знать об этих... Тогда вам нужно будет изменять это. В тест-трелле есть возможность редактировать все 15 сразу. Да. Да, да, покажи, вот, буквально после кофе брать. Да. Вопрос, да. Я не вижу просто, кто только что сказал. Говорите, да. Просто руку не подняли, а я же смотрю, помню. Да. На вашем деле эти тесты, вы не даете по-настоящему показать. Вы просто сказали, что... Да. Мне бы интересны все ваши вопросы. Те, что нужно сделать сегодня, проверить завтра. Не вижу проблемы. Проблема в том, что автотесту нужно, да, ждать какой-то момент. Ну, допустим, я должна выполнить сегодня определенные действия, а завтра вечером там проверить эти действия. Это не рационально автоматизировать. Да. Ну, получается, что у нас, как бы, ручному тестировщику гораздо проще это проверить, чем сделать на это автоматизированный тест. Очень сложно, если у нас есть какие-то документы, допустим, Excel-файлы. Автотест может сравнивать эти Excel-файлы, проверять ячейки, да. Но если, допустим, у нас, допустим, ячейка какая-то постоянно динамическая, да, то есть информация не закреплена за ячейками, то мануальному тестировщику проще проверить этот тест. Вот. Нет. Нет, к сожалению, с таким нет. Да, ваш вопрос. Угу. Но вы должны смотреть, потому считаете ли вы, что у вас есть все равно какие-то требования, да? Считаете ли вы, что вашего тест-кейса достаточно для покрытия этого требования? И в тест-кейсе должно проверяться что-то одно. То есть, выполнив вот это действие, вы проверяете это, а не выполнив 10 действий, вы проверяете 10 экспертов резалпов. Ну, это нормальный вариант, так всегда происходит. Ну, вы должны смотреть. Может быть, 30. Конечно. Мы говорим сейчас о том, как понять, что тест-кейсов достаточно. Ну, смотрите, с моей точки зрения негативных действительно может быть много. И их должно быть много. Негативных всегда больше, чем позитивных. И вы будете писать эти 30 тест-кейсов негативных, которые вы хотите проверить в любом случае. Ну, вы должны понимать, сколько негативных случаев вы хотите проверить. Можно написать какой-то, я не знаю, вообще нереальный случай. Тогда зачем его проверить? Качество продукта говорит о том, что у нас нет багов, и наш продукт соответствует заявленным требованиям. То есть, и наши пользователи, они не заводят багов. Это самое главное. Они довольны нашим продуктом. Ну, я скажу сразу, да, в тест-кейсах вот есть такой минус, что их нужно поддерживать. Но если идет разговор только о чек-листах, то мы понимаем, что человек, который придет извне, идти по чек-листу, это очень сложно. Он не видит то, что должно быть в системе. Он не знает, какой есть экспект отрезал. У вас есть какие-то списки проверок, и эту проверку можно провести разными вариациями. По поводу того, что вы пишете тест-кейсы, то есть сразу автоматите какую-то фичу, да, ну, значит, вы знакомы настолько с приложением, что вам не нужно степы, вы знаете, как это заавтоматить и тем самым. А у вас нет мануальных тестировщиков? Ну, смотрите, если ваша команда понимает, то есть у вас есть, ну, как бы, понимание того, что должно выполнять приложение, и вы считаете, что вы своими автотестами покрываете все требования, ваш заказчик не требует никаких отчетов и визуализации процесса, то если ему действительно вот все равно в качестве, если придет новый человек, он может точно так же разобраться, что делает ваш автотест, то почему бы нет, но у вас тут могут возникнуть моменты, что вы забудете, как бы, когда что менялось в этом плане, то есть нет никакой трассировки. Ну, тогда круто, тогда вам надо только использовать такие вот моменты. Да. Какие что просили? Во время регрессии не прогоняем? Ну, наверное, нет, все равно прогоняем. У нас просто автоматизация на хорошем уровне, поэтому нет смысла не прогонять, лучше прогнать и посмотреть. Вот. Да. У меня уточнение и вопрос. Да. Уточнение по поводу недостаточного скилепорта. У DeStraeva очень хорошая API, переключение сакрофана и делать такие отчеты, которые вы только можете себе предоставить. Теперь вопрос. У меня последние четыре проекта. Это проекты сроком год-месяца в Идбук, либо это проведение к полюзе анализа, то есть у кастомера есть команда разработки, и моя задача просто проверить иставрить, проверить, какие процессы сроком получил, либо это проекты очень короткие, серии эксплуатери-тестинга на месяц-полтора, вперед потестируй, либо в этот девайс, и документации просто нет. Ну, понятно. Писать тест-кейсы на проект, который будет занимать полтора месяца, это бесполезно. Не знаю. Ну, чек-листы в любом случае вам придется как-то, хоть что-то набросать, какие области нужно проверить. Потому что потом вы сможете что-то забыть. То есть в любом случае на таких проектах это только чек-листы, писать тест-кейсы вообще даже об этом нет речи. То есть в любом случае, да, это вот такой эксплуатый тест. Нет, мы не говорим сейчас о проектах, которые длиться месяц, там полтора, там даже два-три. Это очень мало. Это краткосрочные проекты. Но есть проекты, которые даются годами, и годами там нет документации. Это удивляет о том, что тестировщики, которые были до, не позаботились о том, что ее нужно сделать. Вот это. Тут не какая-то проблема, что это уже долго тревает, то постоянно меняется реквайринг национал, и постоянно перестанет. Так что... Ну, в этом и заключается суть нашей работы. Давайте, вот молодой человек был первым. Параллельно два? Хоть и 10, 20, 30. Сколько хотите? Да, да. Ну, мне кажется, тестирует больше, чем пишет тест-кейсы в любом случае. Ну, нельзя выделять на документацию очень много времени. То есть, скрупулезные тест-кейсы, типа там, поставь курсор в эту строку, введи вот это слово, убери курсор, ну, то есть, это излишнее. Ну, я утрирую, конечно, но нельзя делать очень подробные, там, вплоть до того, что до каждой там мелочи придираться. Нет. То есть, нужно быть в меру. Должна быть какая-то гармония, и вы должны понимать, что, да, здравый смысл. Если вы не успеваете в чем-то, есть приоритеты. Если в приоритете идти тестировать, то вы можете себе пометить, что вам нужно сделать. Я иногда, у меня тоже нет времени, да, там, покрыть именно тест-кейсами. Обхожусь тем, что пишу summary, а потом закидываю внутренности, если уж не хватает времени написать полностью тест-кейс. Нужно идти тестировать. То есть, тут уже приоритеты. Каждый организовывает свою работу. Девушка. Но у вас есть description. Но смотрите, я вам предлагаю написать acceptance-критерии, показать им, сказать, вы вот с этим согласны. То есть, писать их самим тогда. Другого варианта нет. Вам же надо как-то сдать отрезерсу. А? Да, ну, слушайте, ну. Да, потом сейчас вас потребует. Ну, то есть, бывает такое, что бизнес-аналитики, когда составляют юзер-стори, они тоже любят копипаст. Написали одно какое-то high-level требование и во все 10 юзер-сторей. То есть, к таким юзер-сториям мы можем сами писать acceptance-критерии, и гораздо проще там написать их, заслать на ревью, он поревьюит, если согласен, пришлет вам ответ, вы их приотачили и выполнили. То есть, есть еще такая хитрость. Может быть, лучше написать их самим, чтобы понимать, что потом тестировать, чем сказать ему напиши, у него не будет времени, он опять что-то там напишет не то. Попробуйте такой вариант. Ну, девушка говорит, вообще не вариант. Абсолютно верно. Если вы сможете, да. 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 автоматизацию, и все другие документальные документы, которые там стыкли на двух и так, и ты не бачишь сенсоризовую на декабре, для своей нефотографии. Угу. Ну, чему? но я думаю я не думаешь нужно как-то разграничивать вот это ману вот это автоматизация шагает вперед довольно быстро и сейчас уже из вещей которые нельзя за автоматизировать их как минимум можно по-моему застанализировать уже почти все поэтому нужно изначально настраиваться на то что нужно писать тест кейс ну кроме юзабилки да его нельзя нужно изначально писать тест кейсы вот которые можно будет потом автоматизировать и не надо разграничивать от не пиши подробно я разберусь придет человек новый он не разберется ну ну они ж потребны автоматизации вы же сами сказали что их потом можно за автоматизировать то все одно есть какие-то плюсы того что у вас есть детальна документація если у вас есть на этот час то чему не и все важно обговорювать замовником чтобы он понимал что вам потребно выделять и час на документацию ну наверное кофе-брейк а потом продолжим знакомство с трейлом окей реальные проекты вам показать не могу ну это все понимают мы тут взрослые люди покажу вам на трайл версии что я сделаю я зашла на сайт из трейла зарегистрировала что-то шумит подождем я конечно извиняюсь но я буду сидеть потому что я вам буду показывать вы сделали это так еще раз пишу чтобы все услышали увидели значит среда в которой буду все это показывать этот из трейл я зарегистрировалась в трайл версии это может сделать либо кто из вас зайти зарегистрироваться поклацать попробовать и понять нравится не нравится это совершенно бесплатно 30 дней 30 дней можно использовать 20 как бы пробовать так я не буду показывать как я сюда логинилась для секьюрности своего пароля поэтому перейдем сразу это дашборд на котором показаны все проекты проектов можно создать вот был вопрос сколько угодно сколько ваша душа желает как создаются проекты есть кнопочка это project в которой вы пишете имя проекта потом самое важное это как будет выглядеть ваш проект есть три опции это сингл репозиторий то есть каждый этот проект будет иметь отдельное хранилище для ваших из кейсов и никак не будет пересекаться вы можете также использовать с бейслайном и ваш проект будет разбит по т-сьютом то есть все т-с кейсы будут разбиты изначально по т-сьютом мне вот изначально понравилась первая опция она кстати рекомендуемая также вы можете здесь настроить доступ к вашему проекту какие роли кто и как может отдельно настроить с чем ваш проект будет будет интегрироваться и отдельно настроить интеграцию для требований но я выбираю global roll потому что у меня уже настроена интеграция с жирой и мы не будем себе усложнять задачу я сейчас покажу так мы заходим в проект который мы создали так первое что мы видим это в ревью страничка которая нам даст понять что у нас непосредственно находится в этом проекте ну для начала давайте создадим какой-то milestone то есть у нас какая-то там итерации не будем выставлять дней есть какая-то итерация теперь давайте перейдем в то что мы напишем кита тест-кейсы как организовано здесь здесь можно построить дерево тест-кейсов это не т-сьют это просто дерево пишем секция 1 и в ней можно писать сколько угодно тест-кейсов потом мы можем написать добавить точно так же какую-то еще секцию да у нас есть кнопочка и секция 2 и сюда добавлять еще какие-то тест-кейсы и у нас таким образом выстроиться дерево в каждой секции мы еще можем добавлять под секции то есть мы можем сюда добавить секция секция 1 вот и у нас будет строиться такое дерево и такое дерево можно строить достаточно долго и много в чем минус этого я говорила о том что можно просматривать только 500 из кейса вот если у нас будет выбран такой режим all и мы выберем вот все то вот тут вот мы сможем просмотреть только 500 больше нельзя нужно переходить в виды подгрупп тогда можно будет просматривать как бы все в подгруппах такой минус с ним пока не поборолись следующее это ты странный тест резалта тут есть две опции как мы можем организовать наш процесс тестирования можно сделать просто ты стран да какой там выбрать мы выбираем возьмем всех которые у нас есть выбираем то с кейсы непосредственно их проходим у нас есть тут статус и стандартные а можно выбрать другую опцию есть понятие как тест плана ну это не тот тест план который мы пишем да это просто план в чем его разница в том что в этом из плане мы будем добавлять стран и потом я организовываю это так если у меня сейчас операции я на каждую в этой итерации допустим разрабатывается несколько фич что на каждую фичу я создаю тест план и в этом ты спали я создаю там смог санить и regression страны и непосредственно потом выполняется что еще мне нравится что если у нас кросс браузерность то можно настроить вот конфигурации допустим тут у нас chrome сделаю быстро ну там по браузером ссоре хром и конфигурации там я и потом когда мы будем это отмечать нам не нужно будет создавать 10 страна вы просто нажмем кнопочку у нас появится что этот тест стран сейчас я сохраню тест план будет выполняться и в хроме и в е и таким образом одним кликом убиваем 5 зайцев если у нас там 5 браузеров тоже довольно удобно так следующие то есть мы посмотрели как выглядит наш первый репозиторий вернемся обратно на наш проект здесь я покажу уже подготовила для этого это организация в тестовых сьютах зачастую почему-то часто встречаешь люди используют эту модель когда они организуются с кейсом сьют и ну не знаю может кажется этого удобнее я не буду спорить тут все индивидуально то как любит кому как нравится разница в том что вы песке добавляете в тассию пишите какой-то тассию добавляете их сюда в этом тассюте вы строите свое дерево какой вам там те же под секции но все тест кейсы разбит по тассию там и потом когда вы будете создавать выполнение ну то есть создавать на страны вы выбираете тассию который будете гонять точно так же выбирать вот с 1 или тассию 1 или тассию 2 то есть и запускайте его то есть разницы большой нет но тем не менее кому как удобнее коморка кому нравится по тассию там кому нравится строить дерево не допустим больше подходит дерево но кто-то используется сьют и в том плане что они как-то менеджер все свои проекты под проекты в разных тасси то и этим находят удобства но я предпочитаю что мои ну под проекты это отдельные проекты и не потому что никак не пересекаются поэтому гораздо удобнее держать это все в разных местах как как для меня и последний проект это проект катал у вас есть мастер и есть какой-то там она может какой-то бейзлайн да ой вот тоже люди используют как бы мне этот подход не не очень нравится но непосредственно есть люди которые тыс да ну как бы есть какой-то бейзлайн здесь потом вы будете уже дальше непосредственно наполнять его своими там с кейсами какими-то а так все одинаково то есть есть майлстоуны есть кстати туду доска куда в этом когда вы создаете тест ран вы можете осанить его на какого-то пользователя то есть допустим и перейдем в наш режим другой допустим сейчас он нам нет потому что только я здесь да но тут можно засанить на какого-то любого пользователя и это человек непосредственно увидит его вот тут вот на туду доске не но вы на 1 санете пользователь смотрите я в этом проекте администратор как вы видите да потому что у меня есть эта секция но обычно тестировщики вот этой секции не видят то есть вы когда настраиваете страил конфигурируете его по всяким там признакам которые вам надо давайте зайдем посмотрим а к портам вернемся потом то есть смотрите тут есть разные области конфигурации вот написано кстати я зарегистрировалась и до какого времени у меня еще есть my trial версия давайте перейдем на project то есть есть конфигурации которые связаны с проектом и ну в принципе мы только что их создали нам пока здесь ничего не надо юзеры и роли то есть здесь есть у меня тут тестовый юзер который просто тестер а есть я 1 и можно настраивать разные там permission это в зависимости от этого добавлять еще юзеров если вы админ кастомизация это очень интересная такая штука которая можно добавлять непосредственно какие-то поля которые вам нужны для ваших тест кейсов то есть все тест кейсы я сейчас открою еще одной вкладке ну спринт и смотрите в тискейсе есть вот определенная поляда да мы нажимаем вот мы видим у нас есть стандартная форма написания допустим тут есть секция там тип там приоритет требования и вот недавно они ввели вот это автоматчин так но раньше его не было последняя да 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 нет мы это не используем да да есть автоматчин так вот это поле вышло я вам скажу где-то пару версий назад его раньше не было они они это добавили специально для интеграции с рано рексом если вы хотите это сделать вот рано рекс он будет использовать вот это поле мы такое не используем да я вот это и показываю смотрите вот вот эта штука которая можно настраивать кастомизацию этих полей то есть я могу вот эти поля автоматчин так если его не хочу то могу его удалить если мне она не нравится допустим а могу что-то добавить то есть я могу там добавить тест тайп поле какое-то пусть будет чекбокс окей а что-то ему не нравится моим системный вот и смотрим где наш тест тайп вот он есть наш тест так он будет чекбоксом теперь мы пойдем в наш тест кейс и посмотрим что у него тут изменилось если у него поле тест тайп поля ты стать не появилась давайте попробуем написать посмотрим мы его для всех я его поставила для всех проектов темп лейтс это project да надо добавить проект все и теперь у нас должно на появиться есть то есть у нас есть вот поле то так которое можно сделать чекбоксом ну таких полей можно добавлять на моей практике я отдельно выносила поле для автоматизации назвала его автоматчин найти и в этот поле мы забивали айдишник автотеста чтобы потом можно было легко найти в коде непосредственно этот автотест как бы показывали вот такую вот связь это не обязательно но для нас это удобно когда мы зачем это еще сделано когда допустим ваш тест кейс апдейтится до произошло какое-то изменение вы автоматизатору можете просто накидать в таспу идишники автотестов которые ему нужно поменяться все ну смотрите интеграция пишется через опять ребят а можно чуть-чуть потише потому что не слышно спасибо давайте по порядку смотрите про автоматизацию автоматизация писалась нас на джаве то есть ее можно написать на любом языке автоматизация проходит через опять стрейла до связывается с стрелом показать вам код я не могу потому что ну это же политика да то есть как она связывается а нос мы в дженкинсе проставляем айдишник тест рана и по иди шнеку ты страна она непосредственно проставляет все тесты которые прошли пас или файл в тест кейсе автоматизатор после того как за автоматил какой-то тест он проставляет туда айдишник автотеста и сохраняется вот там смотрите нет в код автоматизатор проставляет айдишник тест кейса который в тест трейли а автоматизатор для себя проставляет айди теста в тест трейл чтобы он понимал ну название совершенно верно так давайте дальше то есть здесь мы видим что у нас есть разные вариации там заполнять из кейс да мы можем выбрать другую как вот девушка же сказала по степам то есть добавлять там кита при кондишен и и потом непосредственно выполнять там какие-то степы проверять там какой-то экспект отрезалт и так далее и тому подобное то есть вариации написания тест кейсов ну очень много поддерживает на любой вкус я бы сказала а мы только что его посмотрели да так следующее чем поговорим кастомизация да мы вернулись к этому то же самое можно сделать и с результатами тест кейсов да то есть у нас было там четыре статуса сейчас приоритеты поизменять то есть кто каким привык допустим у нас там масс худшу там кого какие другие можно поменять поедите поставить потом статус и вот к статусов изначально очень мало там можно добавить там еще not имплемент и скиптом еще что то есть вы можете настроить систему под себя под проект вот тут вот вы просто как бы идите это все да допустим давайте добавим нот так и теперь посмотрим когда у нас будет и стран вот у нас появился наш статус not имплемент то есть довольно быстро все так следующий пункт ну и так можно настраивать и поле результата и сам деплей да вы можете сделать свой темплей вы можете попробовать создать свой темплей который подойдет только вам и добавлять туда поля то есть ну это действительно очень гибкая система я этого не пробовала как вот это сделать ну я пробовала создавать свой темплейт ну именно чтобы добавить вот эту колонку я так не пробовал можно попробовать так давайте дальше 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 у нас идет интеграция ну вообще ты строил позиционирует себя с интеграции с жиром но можно с интегрировать как бы с любым бак трекингом у них описано на их не страничке инструкция к интеграции с вести сами с другими там бак трекингом я ее с интегрировала с джирой с джирой поступила точно так же как с тест трейлом зашла на сайт зарегистрировалась трейл версии синтегрировала их и смотрите я уже добавила дефект своему тске сюда ну метод плагин не работает но переход работает вот и тем самым как бы можно перейти на джиру и подвязывать дефекты можно добавлять тест резал просто когда вы заходите и за выставляете статус фейл есть кнопочка и вы нажимаете вас перри перекидывать сразу на джиру на создание бага вы его создаете как бы и у вас будет уже подвязанный пах так да можно если плагин работает у меня не работает я знаю да смотрите можно посмотреть здесь есть вкладочки по которой можно посмотреть активность можно посмотреть прогресс можно посмотреть дефекты которые были заведены то есть довольно удобно мониторить и прогресс по тестированию так мы остановились на интеграции интеграция составнул не составляет труда выводите как бы юрл да вводите логин пароль и все на этом все закончилось точно так же с вести сам вы поступите вы введете юрл юзера с помощью которого можно логиниться все тоже то же самое делаем и с референс из поле референс из у нас пишется вот здесь вот сейчас чаще еще сейчас репорты сейчас мы дойдем до репортов тут вы то же самое пишите айдишник вашего требования и потом при надобности вы переходите на юзер старую в джи ру в джи ру или да куда хотите как бы как у вас настроена то есть айдишник той системы которые вы подвязали вот сюда ну всконфлюенс да ну да вы будете приходить до да вопрос там да можно у нас так сделано да можно просто вставляете линк и как бы на референс из да и на дефекты ну одно и то же и потом у вас ну юзера через которого будет доступ осуществляться и тоже интеграции тоже переходите по ссылочке просто вставляя айдишник окей двигаемся дальше ну здесь как бы все понятно по лицензии по собой аппликации ну тоже я считаю что ничего такого интересного давайте вернемся к репортом репорты репортов много но мне все равно их мало вот сказали попробовать эту штуку теперь попробуем да смотрите репорты можно разделять такие вот как по тестировать по именно по кейсам по дефектам по результатам именно по майлстоуну по тест-странам по тест-планам да и по самим проектам я показывала на своем своей презентации я показывала там по референс сам по кавериджу да по разбиению по типам вот мне очень нравится когда вот это вот есть property distribution что это значит вы можете разбить какие-то тест кейсы по типам допустим по приоритету по любому полю который тут указан там по темплейту по приоритету ну в зависимости от того сколько у вас здесь будет полей там автоматизировано но не автоматизировано и увидеть там сколько у вас маска сколько у вас шудов кудов сколько вас автоматизирована сколько не за автоматизирована ну удобно использовать это в своей практике по тому как у нас проходит тестирование допустим ты странно мы там какие-то проводим тестирование активности здесь можно выбирать какие страны нужно делать в деталях можно выставлять что именно нужно включить в репорт также активности там может быть вам не все нужно в один день потому какие поля может быть добавлены тут тоже вот полей можно добавить сколько угодно зачастую там добавляют самые важные дефекты которые были сделаны там и тому подобное так ну допустим если мы добавим то у нас репорте мериться по страну давайте все возьмем у нас конечно в репорте там нечего смотреть у нас один тест кейс по-моему этот не пройден или есть что-то да они есть что-то там такое да ну в принципе тоже что и на картинке но здесь вот в принципе нормальный отчет по которому можно понять всю ситуацию которая происходила в вашем майлстоуне и тому подобное вот давайте может какие-то вопросы или что-то попробую да можно выгрузить pdf да да это смотря как вы организовали ваш проект именно если вы организовали их то сьютах туда а если допустим у вас отдельные репозитории на каждого их не принесете ну да можно их выкачать и потом скопировать но если у вас отдельные репозитории вот как первая опция то вы не сможете копировать у вас да вопрос а смотрите да ну допустим если у нас есть просто апдейт вы можете заедите идите там selected и дети поля там вот вы говорили вас поменяться при кондичене 1.10 кейсов здесь все пусто вы пишете что-то да там идите как-то и засейвить и это все и она проедите то получается апдейт он пол для всех точно так же когда вы проходите тест страны да вот результаты допустим вам вы знаете что эти 10 кейсов пошли да вот вы вот уже самое делаете это зал вы ставите им пасты и у вас по ставьте для всех то есть очень удобно такое пусть они уже сами разбираются как они будут их тестить да можно не ну автоматизация как бы вообще хороший помощник этой сфере в том плане что если у вас за автоматизирована допустим вы приходите с утра у вас уже почти полтора страна зеленых какая красота потом приходится перейти только там не за автоматизированные да или там какие-то зафейленные там мы добавляем еще для автоматизации там вот статус ретест бывает такое что какой-то там автоматизатора проанализировав понимает там что с этим тестом что-то не то надо фиксить там или он будет падать постоянно он ставит статус ретест и мы понимаем что нам ручным тестировщиком надо перетестировать так организовываем свою работу в этом плане да вы озвучили что вам больше нравится как вы решаете вопрос если вам надо какую-то блоку кейсов сколько нам для регрессии или как-то досмок как вы их организуете ну понятное дело вы можете создать тест-статки вручную с детями брать около 1000 кейсов и вы считаете что это для регрессии ну в моем я могу ответить на этот вопрос так смотрите в моем случае когда мы выполняем регрессию мы стараемся проходить все то что было задето да если мы говорим о ком-то глобальной регрессии то это хорошо когда все проходит но если уж нету времени используем факт анализ до анализируем области и выбираем как я это делаю у меня есть дерево тест-кейсов допустим дерево я строю на основании того что они разбиты по компонентам по функциональностям и тогда вы понимаете что это функциональность взаимодействует стой 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 значит это надо проверить и по дереву выбирайте просто определенные секции которые нужно будет перетестировать смотрите я я поняла ваш вопрос что у вас есть просто допустим какой-то смог сет который вам нужно будет тестировать постоянно и есть допустим какой-то сет который типа саните и вы его будете тестировать постоянно правильно ну тогда можно то же самое сделать в этом дереве вынести их туда отдельно и постоянно подключать этот сьют не не задерживая ну как бы в этом я не вижу никакой проблемы а в том плане что почему дерево как бы удобнее просто потому что я его разбиваю по функциональностям по компонентам системы у меня есть подсекции вот это компонент такой с этого компонента есть связь с этим с этим с этим и она идет как бы по приложению так понятнее но в зависимости от сложности еще приложения потому что ну на нашем проекте это там больше двух тысяч кейсов и если это все все это разве даже не писать сколько у меня будет этих сьютов я потом запутаюсь у них просто вот да тут действительно все зависит от проекта вот фраза банальная вообще но она действительно таки есть каждый человек подбирает под себя как правильнее организовать тест кейсы и как разбить их правильно по тест сьютом вот еще какие то вопросы да ну смотрите если у вас требования идут там юзер старями вот есть такое поле референсов да вы сюда будете тоже указывать там айдишник вашего требования и она будет переходить смотрите у вас на одну ты на ту историю будет написано там 10 15 20 из кейса вы можете генерить отчеты в котором увидеть что на вот эту юзер историю написано 10 20 15 из кейса да а так чтобы у вас прям каждое требование и на вот этот вот такой тест кейс этот рейсибилити матрикс мы уже говорим об этом то тут вы ее не сможете построить это не получится да через запятую несколько айдишников хоть и 20 ему все равно он будет это то же самое как и баги один из кейс может быть зафейлин несколькими багами в этом нет ничего такого я же говорю зависит от организации вашего проекта того как вы разделили то ли это отдельные репозитории то ли нет ну да значит можно я просто никогда не копирую потому что проекты у нас очень разные копипасс дело плохое потом надо подправлять ну секции сабсекции и можно двигать эти секции сабсекции как он да можно да да есть время еще кстати в авто тестах если делать интеграцию вот вот смотрите в авто тестах когда проходит авто тест результаты то он трекает еще время за сколько он прошел по сути мы тоже это можем делать ну зависит от проекта и как вы привыкли но авто тест прикольно что в том плане что смотришь скейс будет вроде там за одну минуту классно ты только открываешь одну минуту да ну в принципе я надеюсь что мой доклад хоть что-то принес вам полезного вы вынесли из него какие-то для себя положительные моменты если вам что-то не понравилось извините старалась поделиться опытом который у меня был поэтому если у кого-то еще есть какие-то вопросы то вы подходите пообщаемся индивидуально так всем спасибо за вашу встречу спасибо спасибо Продолжение следует...